Саша, привет! Поздравляю! Потрясающее выступление! Это то самое выступление, про которое мы говорили с тобой перед поединком, когда ты взвинчиваешь темп, когда ты в хорошей форме и можешь держать этот самый высокий темп. Это было оно по твоему? Ну, не до конца. Мог еще лучше? Да. На самом деле, циклонка очень тяжелая у меня постоянно. Не знаю, может, 70 надо переходить. Обморок терял в последний день. Не мог уже. Ну, знаешь, когда резко встаешь, бам, и в голову. Тух! Ну, одноклубники твои поговорят, что любишь покушать, любишь сладкое. О, нет, сейчас я так разъемся. 84, я бываю 85, когда я. После боев, через две недели. Нормально, нормально. Но, в принципе, антропометрия позволяет. Действительно, с командой не обсуждал, не думал по поводу перехода. Да, думаем, но все, что ждем время, пока я подрасту еще побольше. Потом, ну, не знаю, что-то я не набираю вес. Но не слишком хорошо устанавливаюсь после из-за сгонки. Но, может быть, в этом есть определенный плюс, потому что очень подвижный, очень пластичный. В принципе, задаешь высокий темп, хорошо его держишь, но не отекаешь. Может быть, Ахмад. Давай пройдемся немного по поединку. Чем-то удивил тебя Ахмадхан, помимо вот этого правого оверхенда, который немножко тебя разбудил в начале поединка. Я думал борьбы он будет много бороться, провоцировать борьбы. Но что-то он начал в стойке драться. И сам не пробовал. По-моему, была одна попытка или две там что-то. Я думал, будут проходы постоянные. Вот так. Ну, что-то нет. Когда первый раз ты, по-моему, либо защищался, либо попал, ты сам в первом раунде накрыл Ахмадхана. И из угла тебе не кричали, что вдруг, может быть, не лезть сам в борьбу в стойке, все получается. Может, это ошибка. Или был настолько уверен в себе. Я его не накрыл. Он лоу-кик бил, по-моему. А, да, прихватил. Да, да. Поэтому я вижу, он лежит, думаю, ну пойду поработаю. Поэтому. Ну, нет, не кричали. Да, я почувствовал в клинче, что я думал, он физически будет посильнее. Он молодец, я ничего не говорю. Но ожидал, что будет крепче в клинче. Выдал три раунда в высоком темпе. Чувствовал, что тяжело попадаешь. Помимо попаданий по ноге, видно, что нанес большой урон. Чувствовал, что попадаешь тяжело по голове и можешь закончить бой. Я чувствовал только в третьем раунде. Правый снизу, левый сбоку я, по-моему, хорошо попал. Триханул чуть-чуть его. А так, не помню. В первом раунде, ну, скользь такое не было еще. Прям вот эту серию я помню. И колено я помню. Колено в третьем раунде? Да, да, да. После которого, в принципе, и финиш пришел. Ну да, вот это я помню. А так, нет. Но было еще колено в прыжке. Там, ладно, в конце раунда была попытка вертушки или у Ширы. Была у Шира. То есть были амплитудные удары, красивые, которые могут помочь сделать вывод, что ты чувствовал себя в поединке максимально расслабленно. Был уверен, что поединок идет полностью по твоему сценарию и тебе, по сути, ничего не угрожает? Да, я не ожидал стойки. И он меня в самом начале тиханул. И все, я пробудился. Думаю, нет, стой. Надо вниматься не при стойке, не слишком халатно относиться. И все, дальше я только ждал удар какого-то. А так все было под контролем, в принципе. Саш, финиш пришел. Естественно, бонус за досрочку. Думал, что разбиваешь весь бой оппонента и нужен финиш? Да. Ну, колено, я много раз визуализировал, что я попаду коленом при его проходе. Но он не шел. И я попал колено, по-моему, когда он вращнул, и он согнулся. И потом. Но я забыл вопрос. Ну, значит, Ахмат Хан все-таки хорошо попал. Саш, еще вопрос такой. Сказал, что хочешь вернуться максимально скорее турнир в декабре в Минске. Действительно, об этом ходят разговоры. Вот, объективно, не считаешь ли, что вот на сегодняшний день Ахмат Хан, ну, чуть-чуть уступает тебе, наверное, в уровне. И это не тот бой, ну, для Минска, который ты хочешь сам для себя. И ты перед боем говорил мне, что, может быть, ты скажешь кого-то, посмотрим, как будет. Может быть, пришло то самое время газовать все-таки. Я помню... Четвертая победа в лиге? Третья. Я помню, бразилец должен был драться с этим, Айзамир Арифшев. И он дрался с этим вот Атмат Ханом перед идущим. Он чисто стойки дерется. Он что-то слетел, по-моему, он не приехал, какой-то афроамериканец дрался. И, может быть, с ним было бы неплохо. А не кажется тебе, что самое время, например, кого-то из, скажем так, русскоязычных ребят, которые известны публике, то есть бой, который раскачает историю, который будет интересен зрителю, все-таки не приезжий какой-то гость, где все явно болеют за тебя, а вот нужна какая-то история, может быть, самое время поискать какого-то андагониста себе? Блин, Лех, я хотел бы так сказать, что кто-то есть, но честно. Я не могу, ну, как бы, я не знаю с кем, никто не провоцирует, и я, как бы, и прям такие такого, чтобы, ну, с кем-то нет такого. Они появятся, скорее всего. Ну, мы надеемся, как зрители. Заключительный вопрос, это выступление на 50 тысяч? Не, я думаю, что нет. Я думаю, Витя передо мной, который бэкфистом, ну, может, ему тут... Он провесил вес, и он не на контракте. А, точно. Не, вряд ли. Саш, ты мол, в случае, как зрители... Ты не против, да? Как зрители, я тебе скажу, потрясающее выступление, очень яркий, красивый бой. Спасибо и тебе, и Ахмадхану. Скорее всего восстановления. Все тоже восстановления. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.